Американские горки добрались и до России. Теперь на автодорогах нашего региона. Только в поселке Мехзавода можно испытать небывалые ощущения, прокатившись сразу на нескольких спусках. Вся эта ситуация куда печальнее, чем может показаться на первый взгляд. Здесь один единственный и въезд, и выезд. Притом, и въезд, и выезд осуществляется через горку, которая зимой постоянно является гололюдом. В поселке более 600 автомобилей, и все они ездят по одной единственной дороге, ширина которой около 4 метров. И если на дороге застрянет хоть одна, то путь к домам будет заблокирован. На этом спуске дети уже научились зарабатывать. Зимой они поливают дорогу водой, и спустя какое-то время за умеренную плату предлагают свою помощь водителям. Правда, порой такая шалость приводит к печальным последствиям. Водителям предстоит преодолеть крутой спуск, сразу за которым поворот в 90 градусов. За ним будет следующий спуск. Дальнобойщики, которые впервые оказались в нашем городе, могут свернуть в поселок, а выехать из него без посторонней помощи у водителей не получится. И получается, что года два или три назад так и случилось. Спустилась фура вниз, и практически ее вытаскивали целые сутки. Почему? Потому что обратно она выехать не может на подъем, и развернуться она тоже нигде не может. Площадок для разворота в обратном направлении здесь нет. Интернет-карты показывают, что к поселку Мехзавода ведут две дороги. В реальности же все выглядит куда хуже. Это колея, накатанная проезжающими машинами. Местные жители уже не раз предлагали проложить здесь асфальт. Вопрос перед администрацией города о том, чтобы сделать дорогу как бы кольцевую. То есть выезд с поселка Торфмаш через сады на Михайловское шоссе. Самый объективный, самый простой и удобный вариант, который не требует как бы и больших затрат. Поэтому, конечно, просьба от жильцов в том плане, что продумайте этот вопрос, чтобы посмотреть, возможно ли это предложение, и его осуществить. Вторая дорога, тем более прямая, сильно облегчит жизнь поселку. К тому же застрявшая машина не сможет заблокировать въезд и выезд. Но пока у жителей только один единственный путь, который больше напоминает настоящий аттракцион. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».